Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Муртузова Камила Чингизовна, я хранитель музейных предметов, историк литературного музея города Пушкина, и я хочу вам рассказать про особенности проведения онлайн-выставок. С недавних пор многие культурные учреждения стали более активно использовать информационно-коммуникативную сеть, чем раньше, а у посетителей возникла потребность созертать предметы музейных коллекций дистанционно. У мультимедийных экспозиций и виртуальных выставок есть как достоинства, так и недостатки. Главным плюсом можно отнести доступность, независимость от географического расположения и уровня мобильности посетителя. Существенным минусом является невозможность воочию рассмотреть предмет. Стоит отметить, что для каждого случая преимущества и недостатки прихода в виртуальный формат индивидуальны и во многом зависят от цели и задач выставки. На примере трех совершенно разных онлайн-выставок, проведенных историко-литературным музеем города Пушкина в 2021 году рассмотрим несколько особенностей выставочной деятельности. Выставка «Послесловие к столетию гибели Николая Гумилёва» является выставкой одного предмета. Издание книги Николая Степановича Гумилёва, стихотворение «Посмертный сборник» 1923 года. Виртуальный формат позволил более подробно рассказать о предмете, расширить и дополнить выставку экспонатами, в том числе и из других музеев. Сама выставка дополняет постоянную экспозицию в музее, посвященную поэтам Серебряного века. Выставка «Славная гимназия была» повествует об учебных заведениях царского села. Виртуальный формат предоставил возможность охватить несколько тем, которые бы в реальном формате могли бы занять не один выставочный зал. На выставке представлены разноразмерные альбомы, фотографии и документы, которые при оформлении выставки волной пространстве для удобства просмотра позволительно масштабировать и совмещать в одном слайде. Для выставки «Жизнедеятельность» ученого Константина Андреевича Птаксбергера виртуальный формат был наиболее предпочтительным ввиду того, что тема имеет узкую специализацию. Новые технические средства и выход в сеть интернет камерной выставки малого музея позволил охватить большее количество посетителей. Также переход в онлайн-пространство предоставило возможность экспонирования нескольких разворотов рабочей тетради ботаника, что сложно осуществимо на классических выставках. Показ ценных, редких и ветких музейных предметов ввиду и сохранности целесообразнее экспонировать на виртуальных выставках. Таким образом, онлайн-выставки открывают возможности долговременного экспонирования, обобщения тематик выставок, расширения аудитории узкоспециальных тем. Ввиду обеспечения сохранности и безопасности музейных экспонатов, наиболее значимым преимуществом онлайн-выставок представляется возможность демонстрации сложноэкспонируемых предметов. Более того, виртуальные выставки позволяют использовать более развернутые сопроводительные тексты, в том числе и в аудиоформате, а также масштабировать изображение музейных предметов. Также посетитель не ограничен во времени просмотра экспонатов, а музей, в свою очередь, имеет возможность расширить свое выставочное пространство без использования дополнительного оборудования. На этом все. Спасибо за внимание!